Добрый день, уважаемые друзья! На связи Артур Варданян, руководитель холдинга Кэшбери. И сегодня 11 ноября 2018 года. У меня очередное видеообращение, посвященное событиям и новостям компании. Итак, поехали! Началась процедура прохождения верификации и уже около 50 тысяч пользователей прислали нам необходимые документы. И 15 ноября сотрудники службы безопасности нашей компании начнут проверку присланных документов. Напоминаю, что пользователи, не прошедшие процедуру верификации, не смогут заказать выплату 1 декабря, но смогут перевести сумму нашей задолженности в нашу новую компанию Global Decentralized Community, до запуска которой осталось совсем немного времени. Со своей стороны хочу поблагодарить всех вас за то, что очень серьезно отнеслись к данной процедуре. Говоря о нашей компании, нельзя не упомянуть вот о чем. Многие эксперты задают нам справедливый и актуальный вопрос, почему процедуру погашения обязательств перед инвесторами мы проводим по собственному сценарию, а не по классической схеме банкротства, установленной для всех предприятий. В свое время я работал в сфере банкротства предприятий, помощником конкурсного управляющего. В течение нескольких лет я лично участвовал в различных видах организационно-правовых процессов, которые применяются к должнику для установления его неплатежеспособности. Наша компания Лига Аукционов также занималась выкупом различного имущества через торги по банкротству, а для наших инвесторов на сайте написана книга-брошюра, которая вкратце объясняет суть торгов по банкротству. Я также являюсь автором нескольких курсов по данной тематике и на ютубе можно найти мое видео, где я объясняю суть некоторых процедур. В общем, мне есть что сказать по данному вопросу. Схема банкротства стандартна и максимально непрозрачна. Расскажу о классической схеме. Допустим, одна компания вам должна деньги. Вы обращаетесь в суд, составляете иск этой компании и начинается долгая и нудная процедура. На предприятие, которое проходит процедуру банкротства, назначается внешнее управление, которое чаще всего осуществляет банальный рейдерский захват, дверя под контроль оставшиеся имущества и имеющиеся активы. И активы могут уходить. И очень часто так бывает, что уходят они в руки третьих лиц. И когда с предприятия нечего брать, его имущество выставляется на торги и продается с молотка. На деньги, полученные от реализации остатков имущества, происходит выплата обязательств компании. Но кредиторам этого предприятия обычно достаются сущие копейки по сравнению с настоящим объемом долга. Мы решительно отказались от классической схемы банкротства. Так как в этом случае есть вероятность полностью распрощаться с имеющимися у нас остатками активов. То есть ни о какой компенсации инвесторам речи идти не может. Поэтому мы действуем по-своему. Действуем во благо наших инвесторов и партнеров. Мы хотим, чтобы наши инвесторы вернули свои вложенные средства как можно скорее и шли за нами дальше. Это цель нашей компании на ближайшие месяцы. Мы усиленно делаем биржу по продаже аккаунтов с долговыми обязательствами. Уже сегодня на сайте появилась вкладка «Биржа аккаунтов», которая станет активна 16 ноября, как я вам и обещал. Процедура продажи аккаунта будет выглядеть следующим образом. Вы верифицируете личный кабинет и выставляете его на продажу путем нажатия кнопки «Продать аккаунт на бирже». Кнопка будет расположена в вашем личном кабинете. Вы выставляете сумму продажи и свои контактные данные. И выставляете аккаунт на продажу. Аккаунт появляется на бирже и теперь его может купить любой желающий. Далее, с вами связывается покупатель. Вы оговариваете сумму, за которую хотите продать долговое обязательство перед вами. И если цена устраивает вас обоих, начинайте процедуру оформления. Вам обоим, и покупателю, и продавцу нужно будет скачать и подписать договор переуступки права требования, где вы указываете корректные данные с обоих сторон сделки и отправляете договор нам. После продажи аккаунта вы, как продавец аккаунта, будете должны подписать уведомление о том, что не имеете к нам претензий и добровольно продали свои права требования другому лицу. И теперь мы уже будем должны деньги не вам, а человеку, который купил ваш аккаунт. Обращаю ваше внимание, что мы ввиняем владельца аккаунта на указанные данные в присланном нам договоре цессии. Вне зависимости от того, рассчитался с вами покупатель или нет. Поэтому, прежде чем отсылать договор, произведите расчет между собой. Если вам пообещали деньги за продажу аккаунта, но не заплатили, если вы передумали продавать аккаунт после того, как отправили договор цессии, все это не повлияет на нашу процедуру смены владельца аккаунта. Мы меняем владельца аккаунта сразу после получения договора цессии. Обратного пути? Нет. Уверен, что к этой схеме подключится очень много мошенников, которые будут предлагать купить у вас аккаунт по высокой цене, но не заплатить вам денег. Будьте, пожалуйста, внимательнее. Также приоткрою для вас завесу тайны о нашей новой компании Global Decentralized Community GDC. Эта компания будет заниматься торговлей на крупнейших биржах, в частности на криптобиржах. За два последних года мы выстроили уникальную инфраструктуру торгов и финансовых потоков. Мы научились буквально делать деньги из воздуха, а также делиться этой прибылью с вами. Но из-за юридических недоработок некоторые отделы оказались парализованными. Ведь мы развивались настолько быстро и масштабно, что не могли учесть некоторые нюансы. Поэтому юридической модели GDC будет уделено особо пристальное внимание, чтобы ни у одной, повторяюсь, ни у одной юридикции мира не могло возникнуть к нам вопросов. Наша цель создать компанию с прочным фундаментом для наиболее масштабной экспансии в истории человечества. То, что мы создадим, поразит воображение не только участников MLM мира, но и всего человечества. С 1 декабря мы начинаем делать сайты и личный кабинет. И вы в режиме реального времени можете наблюдать за тем, как зарождается новая звезда. Начинается новая история финансово-инвестиционного мира. Вы будете видеть, как десятки и сотни тысяч людей будут стараться как можно быстрее стать инвесторами самой мощной и масштабной инвестиционной компании мира. Уже в ближайшее время мы прикрепим документы о регистрации наших официальных компаний. Мы зарегистрировали наши новые компании в 14 странах мира. Для особо внимательных мы прикрепим ссылки на официальные сайты тех стран, в которых мы зарегистрировали наши новые компании. И это можно будет проверить. Мы с вами вместе путем всеобщего голосования будем создавать партнерскую программу и тарифные стратегии. Для этого мы будем обращаться к вам с опросами. Я прошу вас активно в этом участвовать. Я точно знаю, что среди вас есть гении и очень светлые головы. И путем синергии мы создадим поистине народную компанию. Мы будем главными. Мы будем создателями. И история начнется с нас. В следующем видео я вам расскажу о приблизительных партнерских и маркетинговых стратегиях. После чего мы проведем несколько голосований и только потом определим окончательный вариант. До встречи в следующих видео. Субтитры сделал DimaTorzok